Привет опять? Так... Что я вижу? Что я вижу? Я вижу, что я... На ТОДе. Я уже на ТОДе. Ага. Понятно. Вон мой аэродром. Ну да. Какой? Начинаю спускаться. Ну... Сколько? Спускать он до двух. Продолжение следует... ...вот. Ой, у меня топливо закончилось. Какая вечерка. Это реально беда. Вот как я не угадал с топливом. Я уже экономил. А почему оно закончилось? Там ещё, блин, он показывает ещё как минимум 10 баллов лупать. Ну окей. Бывают другие неприятности. Будем планировать. А зафольгировать её можно? Интересно. А ну. Как зафольгировать будет на... Блин. На английском. Да ё-моё. Ты выключись. Ааа, на-на-на-на. Вот это история. Конечно. Ну извините за капс, но у меня капс переключает. Мыша Джой. Так. Уйди овечка. Ты мне сейчас не нужна. А ну-ка. В общем, что произошло с топливом. Я всё рассчитал правильно, кроме того, что я рассчитывал для 70% тяги двигателя в среднем круизе. Полетел почему-то сначала на 80% на максимальном круизе и пережёг горючее. Я его сбросил уже во второй половине до 60%. И вот что непонятно. Он пишет, что у меня ещё осталось, блин, топливо. 20 колонн должно было остаться. И симулятор показывает, что... Так, а что? Зафольгировать нету. Отлично. На управлении нету зафольгировать. Ну, переключать на резерву я не могу. Так, стоп. Пока что можно. Можно же посмотреть. В менюшке. По загрузке. Да нет. Он должно быть ещё... Мне ещё 5% топлива. Так вот, убейс наших. И ты убейс наших. И ты убейс наших fus... Бравкалом Infiniti Так вот, убилис наших. Нарезал Так, убились наших. И ты убилис наших. И ты убилис наших. Бравкал Acho Я ж нажал, у меня просто вырубились дышки. Да. Так я не знаю. Ой, блядь. Ну, ладно, я всё равно уже на снижение. Так, мне нужно снижаться на 120, мне нужно держать минус 1000, если я не ошибаюсь в своих записях. Выпустил закрылки. 120. Давай ещё закрылки. Всё равно 130, ещё закрылки. Ложи и шасси тогда. Это очень интересно. Что же произошло с двигателем? Ничего не понятно. Но газюлька стояла максимальная. Без куклы у меня 120 минус 1100. Ну, это как-то так нужно держать. Вот это вот, когда вся клавиша, вся клавиатура, каждая клавиша назначена на какое-то действие, и ты его не знаешь. А даже если знаешь, если что-то случайно что-то нажал, это что, я, по сути, я нажал зафлигировать винт, а потом начал искать, как зафлигировать винт, и не нашёл. Ну, я что-то нажал, он зафлигировался. Ладно, сейчас прилетим, посмотрим, что у меня там по горючему. Ну, смысл в том, что я полдороги летел с перерасходом топлива, а потом, когда я убрал тягу, то оказалась интересная такая цифра. У меня расход топлива уменьшился почти в два раза. При этом скорость упала всего на 20%. И в цифрах это получилось как? Что я получил дальность, то есть у меня получилось время полёта не 9, а 13 часов. Вообще максимально у него 12 с половиной, но у меня получилось даже 13 часов полёта. И дальность получилась тоже больше максимальной. Так, это дальний мейчок, да? Сколько у нас? Минус 1000 высота. Шасси закрылки есть. Ой, я сильно высоко иду. Придётся с превышением. Ну, вы же тогда на максимальных закрылках. Завтыкал и перебрал скорость. Ну, в общем, у меня дальность увеличилась почти в два раза время полёта. В полтора раза. Это я просто на 20% убрал газюльку. Я убрал с максимального круиза до минимального круиза. А время полёта, как изменилось, сейчас увидим. Я дорассчитывал по максимальному круизу. По максимальному круизу получилось 2 часа 11 минут. Ну, то есть должно быть около двух часов. В любом случае, всё, что будет больше, чем 2 часа 11 минут. Да, если будет. Чё у меня там со скоростью? 120, блин. Должно быть уже сотня. Я иду с превышением высоты, и я иду с превышением скорости. Это ближний. Ну, это 10.3, он садится. Он садится. Закрылки, как всегда, на последнем тике заглянило. Это у них личная болезнь, потому что на последнем тике они выполняются только ниже 110. А скорость на посадке у него 120. Поэтому и до конца никто никогда не выпускает. Ну, почти, скажем так. На один корпус я, как всегда, перелетел. Опять загаснул. Вот, блин, ну вообще, извините, нихрена. А я с фару забыл выключить. Ну, бывает. Так. Ой, 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 не падайте, не падайте, не падайте. Крылом цепанул, блин, что такое? Почему меня так перекосило? Не понял. Блин, из-за света в кабине, из-за того, что у меня в башках хрен знает где было. А не туда на горизонт, смотрю. Ай, капец. Ну, почему всегда сеть через жопу, блин? Фан-Ви посадочная забыл включить. Пришлось включить весь свет, включая, блин, всю эту, блин, иллюминацию в кабине. Перекосило какого-то хера, потому что полосы вообще не видел и не видел, что я, блин, вообще раком к ней захожу. Иллюминация, она впереди, ты только ее видишь. Ай, короче, все как всегда через задницу. Ну, ладно. 95% во мне засчитал. А, нет, 101, все. Я сел. Все, я глушусь прямо здесь. Я не буду ни рулить, никуда, ничего. Надо воздухом подышать. Не понял, а почему у меня свет не выключается? Все, выключился. И двигатели не влохнут. Все. Все, выключен. Есть. Поползли на выход. А че FPS так дергается? Ну, короче, все не гораздо. Летать ночью все не гораздо. О, а че, в этой модели тут нет аварийного выхода? Не есть. Нет, нету. Хо, не аварийный выход, вот на тебе. В другой модельке здесь был аварийный выход. А где у них выход-то? Тут же нету, ну, тут нигде. Можно через люк в окне, конечно. Так он не открывается. Все, меня замуровали. И теперь буду здесь жить. И пройти. Я ж проходил. Нет. Да что ж такое, че камера застревит? Все, меня замуровали. Я остаюсь здесь жить. Пассажиры вышли уже хорошо. Несите мне, короче, чаек с бутербродиками. А я лягу посплю. Вот тут. Вот так. Все. Я сплю. Так, ну чулиненько. Заканчиваем. Было 990... Было 450 килограмм. 992 было, да? Отпры... Так, время. Все, час 25, да? Должно, должен... А, стоп, а сколько я считал? По часу. Стоп, я не тот полет почему-то вспом... А че я вспомнил не тот полет? Час 25 я пролетел, да? Было час 23. То есть в результате я летел на 80% полдороги. Вот я переключил... Меня дёрнуло. Это я менял пока... Менял... Переставлял двигатель на минимальный круиз. Я сбил автопилот и полез куда-то вверх. Короче, вот до сюда я летел... На 80%. Отсюда я летел на 60%. В результате у меня в среднем получилось все равно... Ну да, время раз в раз. Ну вот, я ублок... Флайт и пауза. Ну плюс-минус 5 минут, это ж нормально. На 90 минут. Плюс-минус 5%, ну как бы да. Так. Значит, я считал из расчёта 170 узлов. 105 галлонов. Летел я... Полдороги... 80%, да. А полдороги я летел меньше, чем вот эти цифры. Я летел... Вообще, по-моему, 145 узлов... И что-то 55 галлонов. Да, 55 галлонов, 145 узлов. 30 узлов. То есть, получается, что в среднем я летел примерно... Где-то 80 галлонов... 150, 150, 170, 160. 80 галлонов, 160 узлов я летел. В среднем. За весь маршрут. 160 узлов. Рассчитывал на 170. И должен был я прилететь за час 23, а прилетел за час 25. Непонятно. Получается, я вроде как летел медленнее, а время показал такое же. Так, хорошо. Что ты мне скажешь, друг лебезный? And fight. Да, отправляемый по иреп. И что он мне скажет? 25 штук. Но, минус... Да, entry fee. Аэродром берет много. Аэродром большой. Самолет большой. И он берет, блин, чуть ли не половину моей зарплаты. Плати. 19 было, 41 стало. Это сколько? 22 тысячи. 22 тысячи. И что мне говорит банк? Банк говорит 25. Блин, я сэкономил на кучу горючки. 800 почти. 800 почти. Это 200. 200, да? 200 фунтов. Паундов. Да? Да. А 200... Я рассчитывал, что у меня на полчаса останется горючки. А у меня... А у меня... Должно быть... Должно быть... Покажи мне... В... 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 Ах... 420 в серу. То есть у меня полрезерва, короче. Полрезерва. 200... На 20 минут. Ну, я рассчитывал, что у меня на полчаса останется горючки. Осталось на 20 минут. Но я прилетел быстрее. Угу. То есть, в принципе, получается, что правильное время я считал, когда я летел на 75%. То есть вот эта цифра... Вот эта цифра... Ну, кстати, да, 1250 миль. Денесу всего 8 часов. Должно быть 9. Но... 9... Если добавить резерв... Если резерв добавить к этим 8 часам... То сейчас отсюда вы вычтено... Горючее на резерв. То есть, если сказать 90 ГПХ, 165 узлов, да... Вот здесь мы ставим... 165... И... 90 галлонов. То уже получаем 8 часов 1300 миль. Уже! А если обнулить резерв... То 1400 миль 9 часов. А по... А по... По-по-по-по-по-по... По его... По характери... Ну, по его спецификации... Должно быть так... Где мой? Где ты? Где ты? Ди-си-три. Тебе Градио Грукс... А где мой д-си-три? Гаммис... МСФС... Комьюнити... Д-си... Вот мой бар металл... Бар... Бар металл... И что у него... Спецификации... Ну, я написал 1000... А, ну... Да, это же 1200 оригинально было. Её автономия 6 часов. А стоп. А сколько... Майкрософт написал? Это всё чудесно. Нужно же обратиться к первоисточнику. Где этот у него DC-3? Где его родной DC-3? Где его... Аиркрафт-СРЖ? В оригинале... Почему ничего не написано? Там... Флот-Сим-1. Цейлинг... 2400... 23 тысячи... Нет, 2300 должно быть. Они утверждают, что у него дальность 2300. Так что получается, что он вообще должен лететь чуть ли не на 40% тяги. Получается, да. То есть в полтяги... Если в полтяги, то это будет 45 голлонов. 2900. Но это будет скорость, где-то 140. Две с половиной, да? 2300. То есть 140 даже скорость будет. И даже тут будет расход 50 голлонов. Да, где-то так. Вот где-то такая цифра получается. За 16 часов. То есть за 8 часов я могу пролететь 1500, а за 16 2200. В 2 раза больше времени, в 1,5 раза больше дальности. Ну, такое себе высер, честно говоря. В 2 раза больше времени. И не скажу, что намного дальше. Но в 2 раза дольше. Ладненько. Окейненько. Окейненько. Прилетел? Прилетел. Очередную проблему с двигателем решил. Проблема на самом деле не с двигателем, а с тем, что я... Блин. Я без понятия, какую я кнопку зажал, что у него вырубились двигатели. Я их ни то зафлегировал, ни то... Я не знаю, что сделал. Но когда я вернул все ручки на место... Когда я вернул все ручки на место, двигатели опять заработали. И это хорошо. Посадил? Посадил. Задачу выполнил? Выполнил. Процентики зелененькие, зелененькие. Несите мне чай, а то я не могу теперь отсюда вылезти. У меня это люк заклинило, короче. Все. Все, спокойной ночи, я спать.